Друзья, если вы хотите научиться свободно говорить и думать на английском языке, у меня для вас отличная новость. Я приготовил уникальный языковой тренажер. Мы вместе будем разбирать интереснейший, увлекательнейший диалог на английском языке и переводить реплики с русского на английский и с английского на русский. То есть мы работаем в обе стороны, получается такая комплексная тренировка навыка перевода. И чтобы сделать наше занятие еще более нестандартным, это будет не просто диалог из учебника, а целая ролевая игра. Двое людей оказались на небитаемом острове. Как вы догадались, один из людей это я и мой напарник это чат GPT. Да, тот самый чат с искусственным интеллектом. Таким образом, чат будет писать свои реплики на английском языке. Их мы переводим на русский, анализируем грамматику, лексику, все подробно разбираем. И мы в свою очередь уже вместе с вами будем придумывать, что же ему ответить. Сначала придумываем предложение на русском, а потом опять же вместе переводим на английский язык. Именно такой подход поможет нам взглянуть комплексно на язык. То есть мы потренируем совершенно разные навыки. И перевода, и составление предложений, и умение использовать грамматику. То есть много чего сегодня мы будем с вами тренировать и отрабатывать. Вы смотрите канал IngleX. Are you ready, guys? Let's start! Так, друзья, первая реплика это чат GPT что-то нам говорит. Давайте прочитаем и переведем это предложение. Do you think any of our messages in bottles have been found yet? Ну, в принципе, ничего сложного, но тут, кстати, есть интересные моменты, которые я хочу прокомментировать. Для начала переводим. Значит, do you think это ты думаешь или, может быть, как ты думаешь? Any of our messages, то есть наши послания in bottles в бутылках, have been found yet, были уже найдены. Ну, это дословный перевод. Если говорить красиво, художественно, то я бы так перевел, скорее всего. Как ты думаешь, кто-нибудь уже нашел наши послания в бутылках? Да, вот такой красивый перевод на русский язык. Так, а теперь, друзья, смотрите. Начало предложения. Do you think? Do you think? Это ты думаешь, как ты думаешь. Потому что многие ошибочно считают, что здесь нужно было бы использовать present continuous. Are you thinking? Вместо do you think. Рассказываю, в чем разница. В данном случае чат спрашивает, что ты думаешь, то есть как ты считаешь, какое твое мнение. Нашли наши сообщения, наши послания или нет. Вот если смысл именно такой, как ты думаешь, как ты считаешь, то мы используем только present simple. Do you think? А вот если, допустим, я сейчас за секунду задумался, и вы говорите, так, Алекс, ты там что делаешь? Давай объясняй дальше нашу грамматику. Вот в этом случае I'm thinking. Я о чем-то думаю, размышляю. Поняли, да? Если вопрос звучит как what do you think, это значит, какое твое мнение, как ты считаешь. А если же мы говорим what are you thinking about, например, это уже о чем ты думаешь, о чем ты размышляешь, о чем ты задумался. Вот такой нюанс, запомните. Далее, еще один момент. Messages in bottles have been found yet. Были найдены, да? Нашли наши послания. Это время present perfect, потому что интересует результат. Нашли наши сообщения или послания в бутылке или нет. Но, друзья, не все так просто. Ведь послания не сами себя нашли, а кто-то их нашел. Именно поэтому здесь использован present perfect passive. То есть present perfect в страдательном залоге. Have been found. Да, именно поэтому страдательный залог. Сообщения эти, послания они сами себя нашли, а кто-то их другой нашел. И еще один момент. В конце у нас слово yet. Запомните, что слово yet используется в вопросах и ставится в конце. Переводится уже. Уже нашел, уже нашли. Yet в конце. Многие путают со словом already, которое используется в утверждениях. Ну и ставится ближе к началу предложения. Запомнили? Yet всегда в конце. Так, ну и теперь давайте что-нибудь нашему чату ответим. Ну, предположим, ну, трудно сказать, нашли наши сообщения, наши послания или нет. Ведь океан, он довольно масштабный, объемный, да. Бутылки могут там плавать и тысячу лет. Никто их так и не обнаружит. Ну, значит, трудно сказать. Да, такая реплика. Трудно сказать. Значит, давайте подумаем. Трудно сказать. Не хватает подлежащего и сказуемого. В английском всегда есть кто-то главный, и он что-то там делает. Какой-то глагол нужно использовать. Поэтому подставляем «это есть» трудно сказать. Да, вот такой странный дословный перевод, но тем не менее это правильное английское предложение. Получается «это есть» «ит из», да, глагол «be for me is», потому что подлежащий «ит». «Ит из», потом у нас «трудно», «тяжело», «hard», «все легко», «на самом деле нетрудно». И «сказать» «to say». Так и оставляем, потому что «сказать», слышите вот этот «те». Если вы слышите «те» у глагола, то чаще всего это именно начальная форма, инфинитив, просто «to say». Получается «ит из» «hard to say», то есть «трудно сказать». Но, друзья, смотрите, что можно сделать. Это ведь такой неформальный диалог, правда, еще и там чат, переписка. Можно отбросить «ит из». Да, я только что сказал, что без «ит из» нельзя построить предложение. По правилам, да, по книгам, по учебникам так и есть. Но в переписке, в неформальном языке порой такие вещи просто отпадают. Это можно делать, допустимо. Поэтому, в принципе, можно написать «hard to say» и все. Либо «ит из hard to say», как хотите. Один вариант неформальный разговорный, другой такой больше, ну, правильный, что ли. Ну, неформальный, неформальный он и так, и так, в принципе, используется. И дальше допишем. Океан довольно большой, да, огромный. Есть такая классная фраза в английском, если дословно тоже переводить, получится. «Океан довольно большое место». Да, океан как бы является довольно большим местом. Значит, океан – это «ocean», ну, можно «the ocean», потому что вот вокруг нас он конкретный. Значит, «the ocean» является или есть – это тоже «is», потому что океан – это «оно», «ит» в английском языке, поэтому форма «is». Значит, «the ocean is» довольно большое место. Значит, большое место будет «big place». Еще артикль «a», потому что мы говорим впервые, «a big place», да, про это место. Но вот еще слово «довольно». Значит, предлагаю тоже такой классный разговорный вариант, слово «pretty». «Pretty» – это не только хорошенькое, красивое про девушек. Еще это слово такое усиление, то есть «довольно», «достаточно». Как раз у нас и получается. «The ocean is a pretty big place». То есть «океан» – это «довольно большое место», то есть, ну, по сути, по-русски «океан довольно большой». Трудно сказать, я не знаю, что тебе ответить на то, что нашли наше сообщение в бутылке или не нашли. Ну, «океан» просто большой, кто знает, кто знает, что там получается. Друзья, пишите в комментариях, как у вас с переводом. Улавливаете ли вы мою логику, как я вам объясняю, все ли получается? Пишите в комментариях. Так, давайте отправим это сообщение чату и посмотрим, что же он нам ответил. But seriously, if someone did find one, do you think they would come looking for us? Ага, очень интересно. Значит, давайте переведем, потом прокомментирую. Тут есть очень даже непростые моменты. Ну, но серьезно, тут все легко. If someone did find one. А если бы кто-то на самом деле нашел, ну, видимо, бутылку, ты думаешь, они бы стали нас искать? Да, вот такой перевод этого предложения. Значит, что здесь очень важно? Смотрите. Первая часть. If someone did find one. Мы перевели, если бы кто-то нашел. Слышите? Бы. Это условное предложение, и условие у нас нереализуемое. То есть мы фантазируем. Именно поэтому бы. И в этой части как раз нужно использовать после if прошедшее время. По-симпл. Все вроде бы просто. Но зачем у нас тут did? Did вроде бы только в отрицаниях. Did not. Или в вопросах. На первом месте. Но здесь явно никакого вопроса нет. В чем дело? Запомните. Если у вас предложение в прошедшем времени, в past simple, и там вдруг появился did, то это значит, что мы просто усиливаем значение. Как раз я и перевел. Действительно, на самом деле. То есть, если бы кто-то на самом деле нашел бутылку, вот действительно, на самом деле нашел бутылку. Это и есть то значение, которое передает в этом случае помощник did. Поняли? Пишите в комментариях, встречались вы с такими предложениями, где есть did в утверждении или нет. Дальше. Слово one. Что один? Один кто? Или что? Дело в том, что мы говорим про наши бутылки, да, с посланиями. И чтобы не повторяться, не говорить все время bottle, 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 можно использовать слово заменитель one. То есть, если бы кто-то нашел бутылку, вот и все. И вторая часть предложения. Опять же, do you think мы уже разобрали. Мы поняли, что ты думаешь, ты считаешь. Это present simple. They would come looking for us. They would come. Это уже вторая часть предложения условного. Как раз там используется в would. Would и просто come. Would come. Ну, looking for us, это, ну, искать нас. Тут тоже все довольно просто. Ну, и теперь давайте ответим. Ну, я надеюсь. Так скажу, да, я надеюсь, что, да, кто-нибудь там найдет нас. Значит, я надеюсь. Я имею в виду, что, ну, в этом и есть смысл эти бутылки отправлять в океан, да. То есть, чтобы нас нашли, не так ли? Вот, не так ли? В конце сейчас делаем вопрос с хвостиком. Значит, ну, я надеюсь. I hope so. Hope надеется. Просто present simple. I hope so. Я надеюсь. И потом как бы поясняю. Я имею в виду то, что в этом как бы и смысл, да, этого действия. Бросаем бутылки, чтобы кто-то их нашел. Значит, я имею в виду, I mean, да, глагол to mean, иметь в виду. Значит, I mean, я имею в виду, тоже present simple, там continuous не нужен. Значит, в этом смысл, в этом смысл. Тут можно использовать слово point, ну, как идея, смысл, point. Как бы в этом весь смысл, в этом и есть смысл. Слово whole, whole как целый, да, целый смысл, ну, весь смысл по-русски. И получается, в этом есть смысл. Это есть весь смысл. Опять же, это есть или то есть, тут что хотите. That is, this is, it is whole point. И он же конкретный, как бы эта идея конкретная, поэтому the. That is the whole point. Вот такой перевод. Поняли логику? Это есть целый смысл. Ну, дословно переводя. That's the whole point. И чего? Ну, отправки этих бутылок. Значит, of, point of, устойчивое выражение, запишите, кто не знает. И такой лайфхак тоже, запомните. Если у нас есть предлог какой-нибудь, в данном случае of, и потом мы говорим про действия, значит, отправки бутылок, то у нас герундий. Да, мы используем инговую форму глагола. Of sending, не send, а sending, ну, их бутылок them. Получается, I mean, that's the whole point of sending them. Да, that's the whole point of sending them. Не так ли? Не так ли? У нас что было в начале? That is, то есть это есть, да, вернее, то есть. Глагол be, that is. И часть эта у нас утвердительная. That is. Если мы делаем хвостик, то он должен быть противоположный основной части предложения. Значит, будет отрицательный. That is the whole point. И в хвостике не так ли? Isn't that? Вот так можно сказать, да. Или isn't it? That is the whole point of sending them. Isn't it? Так даже проще. Isn't it? Ну что, друзья, поняли? На самом деле ничего сложного нет, если детально разбирать каждую маленькую фразу и выстраивать это все в логическую цепочку. И вот мы шаг за шагом формируем предложение и записываем. Ну, давайте наше сообщение отправим чату и посмотрим, что он еще там выдумает. Чат отвечает. True, but what if they can't read our handwriting? What if they think it's a prank? Значит, переводим. True, верно. But what if they think... Вернее, but what if they can't... Ну что, если они не могут read, прочитать? Handwriting – это почерк. То есть, ну а что, если они не поймут наш почерк, да, не смогут прочитать? What if they think... А что, если они подумают... It's a prank. Пранк – ну это как розыгрыш, да. Ну, что ответим? Что ответим чату? Давайте придумывать. Ну, предположим. Я думаю, любой, кто бы нашел бутылку с сообщением, с нашим, да, с посланием, ну, воспринял бы, наверное, это, ну, серьезно. Ну, почему пранк? Наверное, серьезно. Вдруг там реально написано «спасите, помогите», там какие-то, может быть, еще данные указаны. Да, такое предложение. Поехали. Значит, я думаю, да, I think. То есть, я считаю, мое мнение, вы уже понимаете, что I think просто нужно, не I'm thinking. Значит, любой, кто нашел, или даже кто бы нашел. Можно anyone использовать, да. Anyone – кто бы нашел. Или просто кто нашел, давайте попроще, да. Кто нашел. То есть, любой человек, кто нашел бутылку, воспринял бы это серьезно. Такое мы переводим предложение. Значит, anyone – кто нашел. Who found – глагол to find – находить. Прошедшая форма found – глагол неправильный. Обычная, по-самплу, прошедшее время, поэтому who found. Значит, I think anyone who found – что? Опять же, послание в бутылке. A message in a bottle, да. A message in a bottle. Помним про артикли, потому что мы впервые говорим, ну, или говорим про любое послание в любой бутылке. Значит, a message in a bottle. Ну, давайте добавим еще для усиления. Не просто послание в бутылке, а еще и в середине океана, да. Вдруг выловили там где-нибудь на острове эту бутылку. In the middle of the ocean. Такая полуустойчивая фраза. Кто не знает, запишите. In the middle of the ocean. Тут уже конкретный океан и конкретная, как бы, ну, середина этого океана. In the middle of the ocean. И дальше воспринял бы это серьезно. Бы. Во-первых, у нас есть бы, это would. Значит, просто так и начинаем. Would. И дальше воспринимать серьезно, относиться серьезно. Я думаю, можно использовать фразу to take seriously. To take seriously. И просто ставим еще it в серединку. Запомнили, да? To take it seriously. Воспринять это серьезно. И мы использовали еще would. Да, would take it seriously. Давайте отправим, что получилось. Значит. I think anyone who found a message in a bottle in the middle of the ocean would take it seriously. Давайте прочитаем, что написал чат. Так. Yeah, you're right. Да, ты прав. It's just frustrating not knowing if we are being searched for. Классно, кстати, грамматика. Переводим так. Frustrating вообще это обидно, раздражает. Ну, наверное, лучше просто обидно. Просто обидно. Not knowing. Не знать. If we are being searched for. Ищут ли нас. Да, так лучше всего звучит на русском языке. Значит, что здесь у нас интересное? Значит, слово frustrating. Как фрустрация, да? Когда мы не можем повлиять на что-то, и это нас раздражает, бесит, удручает и так далее. И в конце у нас if we are being searched for. Что это за форма? Это present continuous, но не обычный. Это тоже у нас passive, страдательный залог. Потому что если было бы we are searching, получается, мы кого-то ищем. А если we are being searched, это значит, нас ищут прямо сейчас. То есть это present continuous passive. Когда кто-то прямо сейчас что-то делает, но опять же не он сам, а как будто бы действие над ним выполняется. Вот нас кто-то там ищет. Не мы сами, а нас. Именно поэтому if we are being searched for. Не удивляйтесь, being это просто вспомогательный глагол. По сути, be с окончанием ing. Да, на самом деле сам глагол be с окончанием ing, being, редко используется. Только как часть таких вот сложных грамматических структур. Ребята, знать множество английских слов и уметь их правильно произносить, это отлично, это классно, это здорово. Но явно недостаточно, чтобы овладеть английским языком. Чтобы на самом деле освоить английский, нужен комплексный подход. Именно такой подход использует школа Inglix. Вам подберут профессионального преподавателя, составят индивидуальный план занятий, который отвечает вашим требованиям, желаниям, целям. Ну и, конечно же, время для самих уроков вы сможете подобрать такое, которое вам больше всего подходит. Занятия проходят на уникальной онлайн-платформе школы, где использованы всевозможные ультрасовременные методики и интерактивные задания. Поэтому занятия проходят не только весело, задорно, интересно, но и крайне эффективно. То есть вы максимально в короткие сроки достигнете своих целей. И самое приятное для новичков, кто только начинает заниматься в Inglix, вы получаете подарок. Три урока бесплатно, если вы приобретаете любой пакет занятий и вводите промокод ALIX. Поняли, да? Переходите по ссылке в описании к этому ролику, покупаете любой пакет занятий, вводите промокод ALIX и получаете еще три урока бесплатно. С русскоязычными преподавателями. Всем удачи! Ну и давайте ответим что-нибудь такое интересненькое. Ну, предположим, кстати, а ты не забыл написать обратный адрес на своих посланиях? Ну, как такая шуточка над чатом GPT, да? Так давайте переведем. Значит, кстати, кстати, кто не знает, тут отличное выражение, запишите. By the way. By the way. Как будто by. Около way путь. Около пути, по пути. В общем, между прочим, кстати, сказать, да? Ты не забыл написать обратный адрес. В английском это будет ты помнил написать обратный адрес. Вот так это будет звучать, да? Значит, ты помнил did you remember? У нас did, вспомогательный глагол, на первом месте. Did you remember? Написать обратный адрес можно to write или там даже to put. Обратный адрес это return address и, наверное, конкретный. Поэтому to put the return address на твои сообщения или на эти или на те сообщения. Он, дословно он. Те это those. Их уже много сообщений, поэтому those messages. Да, вот такое предложение. By the way, did you remember to put the return address on those messages? The return address, то есть обратный адрес. Чат переспрашивает, да? We are stranded on an unknown island. Да, хорошее предложение. Значит, we are stranded on an unknown island. Слово stranded, это значит выброшенный на берег, севший на мель, после кораблекрушения. Ну, такое примерно значение. То есть, или как бы застряли просто, да? То есть, чат спрашивает, обратный адрес? Мол, ты чё, вообще нормальный? Мы же, нас выбросило где-то на остров, да, необитаемый, неизвестный остров. Мы тут застряли, и какой еще адрес? Ну, что сказать? Давайте такое напишем предложение. Ну, наверное, поэтому нас никто и не нашел. Они не знают наш адрес. То есть, не то что адрес, давайте. Они не знают, куда отправить спасательную команду. Вот такое предложение. Значит, ну, это well. Вот эти все, ну, можно как well. Well, это не только хорошо, это еще и ну. Такое слово, как паразит, заполнитель паузы. Значит, well, ну, может быть, поэтому. Тут все дословно. Может быть, maybe. Поэтому. Поэтому. Тут скорее так. Это есть почему. Да, вот такой перевод. Это есть почему. That is why. That is why. Вот почему или поэтому. Well, maybe that is why. Никто еще нас не нашел. Никто. No one или nobody, как хотите, не нашел, находить, find, не нашел, прошедшее, да, можно сделать, past simple. Либо present perfect, как результат. Никто так и не нашел. Да. Нет спасателей. Мы тут до сих пор на этом острове застряли, да. Значит, no one has. Запомните, что no one, nobody – это единственное число, поэтому has, не have, а has. Значит, nobody, значит, has found, глагол find неправильный, третья форма found, значит, has found us, нас, еще, еще не нашел. Я про это уже говорил или не говорил. В общем, еще не – это тоже слово yet. И тоже ставим в конец. Запомнили, да? Слово yet в отрицании – это еще не, а в вопросе – это уже. Получается, well, maybe that's why no one has found us yet. Или no one's, как сокращаем, это has. No one's found us yet. Нас еще не нашли, поэтому. Они не знают, куда направить спасательный отряд. Тут тоже очень просто. They, не знаю, don't know, это present simple. They don't know. Значит, куда отправить тоже дословно. Where? Отправить. Слышите? Я уже говорил, что если вы услышали у русского глагола т, то в английском это чаще начальная форма, и просто мы пишем to. Where to send? Отправить – это to send. Спасательная команда, экипаж. Вообще спасательная – это можно как rescue. Where to send? Rescue. И отряд, группа. Party. Да, party – это не только вечеринка, это еще и именно в этом значении, как группа людей, спасателей, отряд. Так можно перевести. Ну и, видимо, тоже конкретная группа и артикль, поэтому мы поставим the. Значит, they don't know where to send the rescue party. Да, the rescue party. Видите, вроде бы простое предложение, словечки все простые, такие коротенькие. Но вот порой приходится подумать, да, там, present perfect или там артикль поставить. Опять же, пишите в комментариях, как у вас получается. Мне кажется, все довольно просто. Я еще немножко усложняю, предлагаю такие интересные варианты. А если своими словами, то, скорее всего, вы справляетесь с задачей. Но в любом случае, напишите в комментариях, как вам такой подход, да. Мы переводим с английского на русский реплики чата, а потом свои реплики ответные, да, придумываем сначала на русском, а потом переводим на английский. Так, что ответил чат? Oh, very funny. Очень смешно. Да, смешно, такая шутка получилась. Может быть, в следующий раз мы можем включить или, там, не знаю, указать координаты GPS. Да. Ну, такая, в принципе, здравая идея у него, да. Опять же, при переводе тут, я думаю, сложности не возникло. Все довольно элементарно. Include это включать или указывать в данном случае. Кто не знает слово, запишите. Ну, давайте ответим, да, на самом деле было бы здорово, если бы у нас был рабочий GPS. Такое предложение давайте переведем. На самом деле это было бы здорово. Значит, это было бы на самом деле здорово. Такой порядок слов. That would, would это бы, правда? That would, потом actually, на самом деле это actually, that would actually be, будет, ну, это быть, да. Просто после would начальная форма, легко тоже запомнить. Как после will. Значит, that would actually be, хорошая идея, a good idea. Вы тоже это знаете. Значит, that would actually be a good idea. Это была бы, на самом деле, ну, отличная вообще идея, да, такое написать. Или можно перевести на русский, было бы здорово, да, отлично. В общем, такой перевод. И, если бы у нас был рабочий GPS. Если бы, тут у нас if, ставим if, опять же, у нас был, значит, если бы мы имели, через глагол have. If we, и помните, что если мы фантазируем, это несбыточное, нереализуемое условие, мы должны использовать прошедшее время. If we had, да, if we had, если бы у нас был работающий GPS. If we had, потом работающий, то есть слово working GPS. И артикль A. A working GPS. Вот такое предложение. Давайте напишем. Значит, that would actually be a good idea if we had a working GPS. For now, all we can do is wait and keep hoping. Значит, for now – это на данный момент или пока. То есть, ну, сейчас, пока что. All we can do – все, что мы можем делать или сделать. Is it ato – wait – это ждать and keep hoping. И продолжать надеяться. Тоже предложение вроде простое, но есть такие нюансы. Если не смогли бы вы также сформулировать эту мысль на английском языке, запишите себе в тетрадь. Запомните. For now, all we can do is wait and keep hoping. Очень классное такое предложение. Ну, и давайте, может быть, еще раз немножко пошутим. Скажем, значит, не только ждать, но и, возможно, поработать над почерком на всякий случай. А то вдруг, на самом деле, наши сообщения читают и не могут понять, что же там написано. Значит, и, возможно, and maybe – все очень просто. And maybe – поработать. Это такое предложение. Значит, ну, как бы идею мы предлагаем. Поэтому тут подлежащее даже не нужно. And maybe work on, да, to work on – это работать над чем-то, но тут без to. And maybe work on – почему так? Потому что там же было can, we can do, там ждать и так далее. Это как будто бы продолжение. То есть мы продолжаем. Почерк – это handwriting, как будто рука. Hand – и writing – как письмо, да. Our handwriting – на всякий случай, на всякий случай, кто знает, напишите в комментариях. Очень классное выражение. Just in case. Just in case – это на всякий случай. Получается. And maybe work on our handwriting just in case. Ну, и на всякий случай, может быть, все-таки поработаем над почерком, чтобы нас могли спасти наконец-то. Handwriting classes on a deserted island. Who would have thought? Да, забавное предложение. Значит, уроки каллиграфии, ну, или там правописания. On a deserted island. На необитаемом или там заброшенном по каким-то там острове. Who would have thought? Who would have thought – это значит «кто бы мог подумать». Да, такая продвинутая грамматика. Даже подробно рассказывать не буду, терять время. Просто who would have thought – кто бы мог подумать. Запомните и все. А вот начало handwriting classes on a deserted island. Здесь у нас неполноценное предложение. Тут нет подлежащего и сказуемого. Это просто такая фраза. Ну, и поэтому здесь нету никого в начале, главного лица, да, и нету глагола. Такое бывает. Разговор на английский – просто такая фраза, и все. Handwriting classes on a deserted island. Так, а давайте теперь сделаем, ну, нормальное предложение в ответ, сформулируем. Например, опять же, как я сказал, ну, у нас много времени, не так ли? То есть можно чем угодно заниматься, в том числе научиться красиво писать. Опять же, ну, как будет ну, вы знаете. Well, well, да, well, ну. А у нас много времени. То есть мы имеем много времени. Довольно просто. We have, да, we have. Много – это можно, как, a lot of или plenty of, как хотите. We have plenty of time. Да, у нас много времени. We have plenty of time. И давайте еще добавим, не так ли? У нас сегодня уже был, да, вопрос с хвостиком. Еще раз его нужно закрепить. Если у нас начало было утвердительное – we have, то хвостик отрицательный. Какое у нас время? We have plenty of time. Present simple – настоящее простое. В этом случае мы должны в хвостике использовать вспомогательный глагол. И если у нас первая часть предложения утвердительная, то хвостик отрицательный. Отрицательный – don't we. Вот такой хвостик. We have, а хвостики – don't we. Потому что у нас do-помощник. И нужно еще сделать отрицание – don't we. Получается, у нас ведь масса времени, не так ли? Правда? Вот такая вот логика. Кто не знал эту тему, запомните. We have plenty of time, don't we? Чат отвечает. True – это как верно, правда. Plus – it's not like we have anything else to do. Ага, интересная, кстати, реплика. Давайте переведем дословно. Plus – кстати, да, читается не plus, да, это plus. Также плюс. Значит, plus – это не как. Like – это как. Это не как или как будто. We have – у нас есть. Anything else – что-то еще to do делать. Это не как будто у нас есть что-то еще делать. Видите, как интересно по-английски строится такое предложение. А по-русски мы как переведем? Плюс – как будто нам еще есть чем заняться. Да, или у нас есть что-то еще, чем можно заняться. Русское немножко по-другому перевод, да, отличается. Вот запомните, да. It's not like we have. Как бы не похоже на то, что у нас есть. Anything else to do. Что-то еще, что мы можем делать. Да, вот такая классная реплика. Заметили, да, чат довольно-таки любопытные предложения составляет. Очень интересные с точки зрения грамматики, да, языка, чтобы прокомментировать, разобрать, обсудить. Ну и что мы ответим? Ну да, как бы точно, ты прав. Надо максимально использовать время, проведенное на острове, да, так скажем. Значит, точно. Exactly. Классное словечко. Exactly. Да, точно, именно. То есть exactly. Так и пишем. Exactly. Точка, да. То есть да. Нам нужно использовать время по максимуму. Есть фраза, я уже придумал фразу. Значит, это to make the most of something. To make the most of something. Запомните. Как будто бы сделать большую часть из чего-то. Опять же, перевод дословно ни о чем не говорит. Фразочка имеет значение воспользоваться чем-то по максимуму. To make the most of something. Там, где something, там что угодно можно подставить. Ну и давайте теперь ее используем. Значит, нам следует, видимо, по максимуму использовать это время. Нам следует we should. Да, should это то, что рекомендуется, нам советуют или мы себе советуем. Значит, we should make the most. Make the most. И тут у нас не просто of it, а of our time here. Да, то есть мы должны по максимуму использовать время здесь. То есть to make the most of our time. Как бы большая часть чего, да? По максимуму от чего. Вернее, максимум чего. Of our time нашего времени. Ну и here это здесь. Вот такая реплика. Exactly, we should make the most of our time here. Запомнили выражение? Запишите в словарь, кто не знал. Довольно интересно и часто используется. Переводим реплику чата. Как я и говорил, да? Каждая почти реплика содержит очень интересные выражения. Значит, давайте переведем. Well, это опять же ну или ну что ж. Ну, тогда переводим. If we are rescued. Если мы спасены, если нас спасут. Но здесь, смотрите, rescued – это причастие. То есть мы есть спасенные. We are rescued. Это не глагол. Но по-русски мы скажем, если нас спасут. Да, мы больше это именно глаголом переводим, действием. А в английском есть мы как бы спасенные. Так, да, можно дословно перевести. Значит, если нас спасут. Because of – это из-за. Кто не знает, запишите. Because of – из-за. Of my improved handwriting. Из-за моего улучшенного почерка. Improved – это улучшенный. Значит, I'll owe you one. Очень интересное выражение. Тоже, кто не знает, рекомендую запомнить, зафиксировать себе. Оу – вообще-то быть должным кому-то что-то. Значит, I owe you – просто я тебе должен. I owe you one – это устойчивая фраза. Значит, что если вам оказали какую-то услугу, выручили из беды, спасли, жизнь спасли вашу. То это мы говорим, чтобы сказать, что мы благодарны и за нами должок. То есть, I owe you one. One – это какая-то услуга, как будто бы. I owe you one favor. Favor – это услуга, да, должок. Получается, мы говорим I owe you one, чтобы передать смысл, что за мной должок. Я тебе тоже должен оказать какую-то услугу. Потому что ты мне, я тебе. I owe you one. Вот всегда именно one говорят. И здесь у нас просто будущее время. I'll owe you one. То есть, за мной будет должок. Я буду тебе должен. Опять же, зафиксируйте. Кто не знает, очень такое любопытное. И на самом деле часто встречается это выражение в разговорном английском языке. И, ну что, давайте я тоже какую-то фразочку такую интересную использую. Допустим, я напомню тебе про твое обещание. То есть, я буду следить, чтобы ты свое слово сдержал, чтобы ты свое обещание выполнил. Вот такая фразочка. И фраза. To hold somebody to his promise. Hold, как будто бы держать somebody кого-то to his promise, к его обещанию. Promise обещание. Ну, тоже дословный перевод, странный. В общем, to hold somebody to his promise, это значит настаивать на выполнении обещания. Или напомнить кому-то о том, что кто-то тебе должен. Ну, примерно так можно перевести. Получается, я тебе напомню, да, я тебе припомню, ну, скорее нет, напомню об этом, о твоем обещании. I'll, тоже будущее, I'll, дальше просто глагол hold, I'll hold you to your promise или to that promise. Можно и так, и так. I'll hold you to that promise или I'll hold you to your promise. Можно и так, и так. Оба варианта правильные. Ну, что ж, давайте напечатаем, ответим чату. Я думаю, друзья, на этом все. Можно заканчивать, потому что видео получилось довольно длинное. Мы подробно все разобрали. Реплики чата переводили. Некоторые вещи фиксировали в словарике. Кто не знает, опять же, запомните. Плюс потом придумывали свой ответ. Переводили на английский язык. В общем, поработали мы на славу. Great job. Ребята, большие молодцы. Пишите в комментариях, как вам такой формат работы. Было легко или сложно. Ваши варианты перевода на английский и на русский отличались ли от моего варианта, от моих вариантов. В общем, напишите. Интересно будет прочитать. Редактор субтитров А.Семкин